Итак, доброе утро! Всем доброе утро! Добрейшее, прекраснейшее утро! И мы начинаем, продолжаем изучать перте вот, продолжаем изучать перте вот, и... Так, доброе утро! Сегодня у нас шестая мишна, как раз продолжаем. Яков Шатадин, шалом! Урок из Иерусалима, я в Иерусалиме еще. Все, дорогие друзья, удачного дня и мира божественного! Так, шалом! Шалом! Вот меня некоторые спрашивали, почему я одним говорю шалом, Людмила Фиалка, например, у тебя я говорю шалом, а всего 21 человек сейчас в эфире, или Евгений Живак, я говорю шалом, Ноа Каверин, а другим нет. Так, я хочу сказать, что я могу знать, кто на уроке присутствует, вот Виктор Крючков, только те, кто напишут комментарии, и когда вы пишете комментарии, мне написано, кто это писал, Ирина Христенко, например. А если кто-то пишет и не напишет, что доброе утро, вот Алекс Поделка, шаву а то, все отлично. Я не знаю, кто же на уроке, мне вчера один мой хороший приятель, он говорит, вот я на уроке все время присутствую, а ты мне ни разу не сказал шалом с утра. А я говорю, а я же не знаю, у тебя Алекс Чудеевич, знаю, потому что написал, а Наташа Блау, Ботер Том, всем. Отлично, понятно тебе, да, как работает технически. Все, сегодня у нас шестая глава, вот моя дочка тоже слушает нас, видите, моя дочка, она тоже учит пертеевод, будет мудрецом, скоро будет мудрецом Торы, и сыновья там сзади сидят тоже, и жена. Все у нас сейчас, мы всей семьей изучаем пертеевод. И сегодня очень важная мишна, шестая мишна в пертеевод, она прям реально очень важнейшая, одна из самых важных мишна йод, которая, если ее вот именно взять как конкретную схему правила поведения, она человеку может в мире дать вообще все, абсолютно все. Значит, смотрите, сказал ее шестая мишна, сказали, То есть, Юшо, Юшо, Бен Прахя, Бен Нитай Арбели, Тивлю Мэм. То есть, Юшо, Юшо, Бен Прахя и Нитай Арбели были следующим, следующим поколением передачи Торы. У кого они получили Тору? У предыдущих поколений. Мы знаем предыдущие поколения, первая мишна, Моше получил Тору на Синае, Моше Камесарук, Шалом, передал Юшо, Юшо, Аскеним, Аскеним Ненавиим. То есть, вся цепочка шла, шла, шла. Потом, значит, дошла Тора до Юшо, Бен Прахя и Нитай Арбели. Кто такой был Юшо, Бен Прахя? Очень интересная вещь о нем. Он был один из великих мудрецов. И в то время в Израиле правил царь, которого звали Янай. Янай, такое у него было имя. И вот этот царь Янай, он не взлюбил, там была целая история, почему он не взлюбил мудрецов. У них возник конфликт, война прям, реальная война. И он приказал, тогда это было очень просто. Царь обладал неограниченной властью. И он приказал мудрецов начать убивать. И начали убивать мудрецов вообще направо, налево, прямо конкретно вырезать. Юшо, Бен Прахя, он убежал со своими учениками в Александрию, в Едипет. И там он в Александрии ждал, пока закончатся эти гонения на мудрецов. И потом гонения закончились, он вернулся. То есть, такой был непростой судьбы человек. И, кстати, когда говорят, почему раньше люди были такие великие, там великие прям личности, да, а сейчас таких вот масштабных нет. Потому что раньше люди проходили такие испытания, которые сейчас нам и не снятся. То есть, люди проходили такие испытания, которые, которые просто обычный человек. Вот я недавно слышал урок, очень классный урокик, кстати. Я прошу вот конкретно Яков Шатадин, и очень прошу... Ну, это Яков Шатадин должен договориться. Я когда-то договаривался, и он согласился. Рав Дедалия Шостак. Рав Дедалия Шостак, он делает уникальные уроки по еврейской истории. И нам нужно, чтобы на Ваикре тоже стояли эти уроки. Их прям надо удобно поставить, сделать, может быть, расписание этих уроков. Имеется в виду содержание, план там и так далее. Это что-то фантастическое. И он рассказывает, например, Равьосов Каро. Равьосов Каро, который составил Шоханорук, он жил в Испании. И в 1492 году было изгнание евреев из Испании. И он пешочком с родителями их изгнали, они все оставили, изгнали из Испании. Попали они в Португалию. Прожили там 6-7 лет изгнания из Португалии. Они пешочком через море, там, в Марокко. Из Марокко в Турцию. Из Турции в Болгарию. Из Болгарии. И у него в Болгарии умирает жена и трое детей во время эпидемии чумы. И он, значит, едет после этого в ЦВАТ. В ЦВАТе он женится еще один раз. Ну и так далее, и так далее. То есть они проходили такие испытания. И в этих испытаниях они становились как сильнее и сильнее. Понятно, да? А мы сейчас живем более такой, слава Богу, простой жизнью. И поэтому у нас и, слава Богу, что не нужны испытания. Но роста без испытаний не бывает, чтобы было понятно. И вот Юшоа Бен Прахья. Он был глава того поколения. И он нам сказал три вещи. Три вещи, которые за последнюю мишну записали, значит, 2000 лет назад. А Юшоа Бен Прахья жил примерно 2200 лет назад. И он нам сказал три вещи, которые вот последние 2200 лет не утеряли актуальности. Это три самых главных вещи для роста, для развития, для успеха, для всего. Значит, первое, что он нам сказал. Аселыха Рав. Он сказал, сделай себе Рава. Значит, именно прямо написано дословно, сделай себе Рава. Рава это как учитель. Как можно себе сделать Рава? Почему я должен делать себе Рава? Да? То есть это очень интересно. Второе, он сказал, кнелы ха ха вер. Купи себе друга. Вообще непонятно, как это так. Сделай себе Рава. Купи себе друга. И третье, что он сказал. Ве Аве данет коле адамли кавсхуд. И суди каждого человека с позитивной стороны. С позитивной стороны. Значит, давайте разберемся, что он сказал. Как эти три вещи связаны. И как их выполнить. И что они нам дают. Первое, он сказал, сделай себе Рава. Объясняют комментаторы, что человек должен назначить кого-то себе Равином. То есть он должен кого-то поставить выше, чем он сам позвать по знанию. Почему именно поставь, сделай себе Равином? У человека есть качество, которое называется Гава, гордость. И эта гордость, она как бы человеку говорит, это злое начало, это очень плохое качество. Что ты все знаешь, ты все знаешь, ты самый умный, ни у кого не надо учиться, ты сам все знаешь. Теперь, значит, если человек, он так думает, все, он закрыт для знаний, он закрыт для роста, он закрыт для развития, он закрыт для всего. Теперь, значит, человек просто обязан для своего развития поставить кого-то, у кого он учится, то есть назначить. То есть ты сам говоришь, я, например, я сейчас учусь у Рава Жаракушнира, да, я поставил, вот Рава Жаракушнира, у меня Рав там по одному вопросу. Потом я учусь, если мы возьмем в психологии, я тоже кого-то ставлю себе учителем. То есть ты ставишь себе учителя, ты у этого учителя учишься, этим самым ты ставишь себя, как бы, в ситуацию, о которой мы уже изучали, Йосибен Йозер Ишстреда, он говорил, пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. И пылись в прахе их ног, то есть ты способен принять знания, когда ты ставишь кого-то выше, чем ты по знанию. То есть ты как бы ставишь себя, как вода, она течет вниз, так же ты себя ставишь, пылись в прахе их ног у мудрецов. Рава надо себе сделать, обязательно человеку нужен Рав, к которому он может прийти, этот Рав должен знать Тору. Рабам говорит, даже если он не такой прямо супер-мега знающий, ты не должен искать прямо, что вот прямо супер-супер, и пока ты не нашел, значит у меня нет Рава. Нет, ты должен, какой есть, такой есть. Все равно это лучше, чем когда ты сам себе являешься Равом, да. То есть нужно обязательно Осе, Леха, Рав. Хорошо, значит, сделал ты себе Рава, назначил Рава, например, там. Вот, причем, например, можно, вот я могу там Якова Шатадина себе сделать Раву. Почему? А потому что Яков Шатадин целый день учит Тору. И, значит, Яков целый день учит Тору. И если я начинаю с ним советоваться у него учиться, кстати, интересно, царь Давид, он что говорил? Миколь, Меландай и Скалти. То есть я у каждого, кто меня поучал, я умудрился. И Мишнабертявот уже говорит, что кто Хаха, а ломет Миколь Адам, тот, кто учится у каждого человека, это мудрец. То есть еще раз нам сказал Ишо Бен Прахья, как бы, подход к знаниям. Сделай себе Рава, то есть поставь кого-то выше, чем ты по знаниям и учись у него. Второе, что он сказал Кнелеха Хавер, купи себе друга. Как купить себе друга и зачем нужно покупать себе друга? Значит, Хавер это такой друг, с которым вместе ты учишь Тору, с которым вместе ты развиваешься. Я образно сказал, не обязательно, что Яков Шатадин, тут уже все начали Якова Шатадина Равом назначать. Яков Шатадин, он же там у нас будет следующая Мишна, там написано Люби работу и ненавидь быть Равином. То есть Шатадин должен отказываться. То есть для Рава у них другой урок. То есть если Рав вообще не имеет права бегать за людьми и говорить, я буду твой Рав. То есть видите как, сделай себе Рава. То есть Рав, как только Рав пытается кого-то сделать себе учениками, это проблема. Значит, у него есть излишняя такая, как бы, излишняя, как сказать, гордость и сила. То есть Рав, он не бегает за учениками. Ученик должен сделать себе Рава, а не Рав должен стараться бегать за учениками. Дальше. Кнелы Ха Хавер, купи себе друга. Значит, вообще в жизни человеку необходим просто, просто необходим человеку друг для развития, друг для жизни, друг для всего. То есть друг это тот, кто двигается с тобой в одном направлении, Хавер. И, значит, такого друга хорошего, его надо покупать. Как покупаются друзья, вниманием, делами. Когда ты что-то для него делаешь, когда ты тратишь свое время для него. В этот момент ты приобретаешь себе друга. То есть друг очень важен, сказал нам Юшо Абен Прахья. И друга надо приобретать. То есть его надо приобретать усилиями. Хорошо, значит, сделал ты себе Рава, назначил. И приобретаешь себе друга. Этот друг, он хочет твоего развития. Он тебе помогает. Он тебя, может быть, даже где-то критикует. Но его цель, чтобы ты развивался. Теперь третье условие. Без этого третьего условия у тебя не будет ни первого, ни второго. Суди каждого человека с хорошей стороны. А вы данный, Коля Адамлик, может, спрашивает, Лефименко Антон спрашивает, может быть другом жена? Это идеальный вариант. Это вообще идеальный вариант. Жена должна быть другом. Жена должна быть обязательно другом. И это идеальный вариант, когда вы вместе растете, развиваетесь. В принципе, как сказал мой Рав Равашар Кушнир по вопросам семьи, что секреты семейного счастья мы тоже, кстати. Найдите, пожалуйста, поставьте на Ваикру секреты семейного счастья Равашара Кушнира обязательно. Это очень такая крутая вещь вообще. И, значит, Равашар Кушнир и вот Дедаля Шостак. Мы должны обязательно поставить это два. Сейчас, ну, очень они в разных сферах абсолютно, но два очень сильных равина такие. И вот, значит, он сказал, что брак вообще человеку нужен для чего? Для того, чтобы совместно расти. Человек не может без брака расти. То есть, это сложно, это тяжело, но это именно не обязательно условия для роста. Хорошо. Теперь дальше. Третье условие, третья вещь, которую сказал Юшо Бен Прахья. Суди каждого человека с позитивной стороны. Что это значит? Мы, когда взаимодействуем друг с другом, да, мы, когда взаимодействуем друг с другом, вообще все люди, они оценивают окружающих людей, но как они их оценивают? Они видят какие-то фрагменты, то есть, человек делает какое-то, говорит слово, человек, например, он делает какой-то поступок. И дальше второй человек, он начинает его судить. Он начинает его судить. Например, вы идете по улице, навстречу идет человек, вы ему киваете, здравствуйте, а он с вами не здоровается. Кто этот, он после этого, он нормальный человек вообще? Да он просто вообще зазнался, он там вообще, ну, можно по-разному описать его поступок. Но ведь мы же не знаем, может быть у него горе какое-то, может он сейчас идет весь погруженный в свои мысли, и он вас не заметил. А может быть вы, обычно он ходил в линзах, а в этот раз он забыл линзы одеть, и он не видит. Вы же не знаете точно. Может быть он вас не узнал, вы сегодня так хорошо выглядите, как никогда не выглядели, и он прям вас не узнал в новом вашем прекрасном виде. То есть, как вы опишите, интерпретируете его поступок, зависит от вас. Иушуа Бенбрахер сказал, что непременным условием взаимодействия с травом, взаимодействия с другом, является умение судить каждого человека с позитивной стороны. То есть, интерпретировать его поступки, его действия, интерпретировать максимально позитивно, и искать быть, знаете как, как в суде есть прокурор, который обвиняет, есть адвокат, который оправдывает. И есть судья, который должен в этих двух противоположных, самого подсудимого даже не спрашивают, потому что, как вы думаете, подсудимый будет себя оправдывать, или он будет себя обвинять? Конечно, каждый человек себя будет только оправдывать. Внутри каждый человек, он в своем глазу не видит бревна, а в чужом замечает соринку. Поэтому люди очень легко критикуют других людей, люди очень легко замечают у других людей всех недостатки, мужья, жены и так далее. То есть, настолько все видно в другом человеке, именно поэтому нужен Хавер, настоящий друг, который тебе покажет, что у тебя, какие у тебя есть реальные сбои. Но, значит, если вы хотите, чтобы у вас был друг, и у вас был раввин, и у вас вообще была хорошая жизнь, то вам нужно научиться судить каждого человека с позитивной стороны. Потому что мы не знаем ни причин, ни последствий поступков других людей. Мы видим их очень, ну как бы, знаете как, очень фрагментарно, и все остальное додумываем сами. Поэтому сказал нам Юшоа бен Прахья, а вы данит коли адам лекав сход, с хорошей стороны, и тогда у тебя будет и раввин, и друг. Вот такая вот, очень полезная нам, от Юшоа бен Прахья, очень полезное наставление. Найти себе в каждой сфере, находить себе рава, у кого-то учиться. Не обязательно это в Торе, естественно, что он говорил только о Торе, но я вот интересно прочитал вчера интересную вещь. Был такой великий мудрец, Хазон Иш его звали. Хазон Иш, он был из учеников Веленского Гаона. И он, как и Веленский Гаон, и Хазон Иш, они считали, что науки, которые помогают понять Тору, например, математика и так далее, они тоже включены в Тору. Так говорил Хазон Иш, что это тоже Тору. То, что мне помогает понимать Тору, является тоже Торой. Поэтому, если человек изучает физику, математику, та же, например, анатомия, мне вчера сказали интересный факт, что, значит, когда шхиту делают животному, да, то у него перерезают ему сонную артерию сразу. И у кошерных, только у кошерных животных, там, где сонная артерия входит в мозг, и там же входит рядом с ней еще там какая-то артерия. В общем, при перерезании сонной артерии моментально падает давление какое-то в мозге, и животное отключается через 2 секунды. То есть, не испытывая никакой боли, никаких страданий. Именно у кошерных животных так, а у кошерных по-другому. То есть, когда вы изучаете анатомию для того, чтобы понять, как работает Тора, это хорошо. Хорошо. Значит, все, судим всех с хорошей стороны. И, значит, что? И ищем себе рава, не ищем, а делаем себе, создаем рава. Даже если он вам кажется с какими-то недостатками, вы можете эти недостатки красиво для себя объяснить. И покупаем себе друга, покупаем себе друга. Вот три вывода. Перте, вот смотрите, это уже само по себе выводы и Сторы, которые помогают жизни. Но каждый из нас, так как мы находимся в разной ситуации, должен для себя сделать свой личный вывод. То есть, мы должны для себя, конкретно Тора обращается к каждому из нас. Если вы уже удостоились того, чтобы прикоснуться к божественной мудрости, изучая Тору, значит, у вас есть уже большая связь с Богом. А если у вас есть с Богом большая связь, то та Тора, которую вы получаете, она лично у вас внутри создает тот свет, который лично вам должен помочь в вашей жизни создать что-то веселое. Что-то не веселое, а что-то хорошее. Веселое это я что-то вдруг... Почему я сказал веселое? Потому что здесь интересно есть, что... Есть такая фраза в Талмуде, что... Что божественное присутствие есть только в радости. И поэтому, если вы создаете у себя внутри позитив, если вы создаете у себя внутри вот это вот судит лька всхуд, если вы у себя внутри создаете реальность, по которой вы приобретаете себе настоящих друзей и ставите себе равов, то вам будет весело. То есть внутреннее веселье это критерий, что у вас жизнь сейчас работает, идет в правильном направлении. Внутренняя подавленность, внутреннее какое-то ощущение безнадёги, то это показывает, что у вас в данный момент выстроенная жизнь неправильно. И вот на эти ощущения надо ориентироваться. Если у вас нет внутри вот этой вот радости, значит нужно искать себя, делать себе рава, искать себе друга, судить каждого с хорошей стороны и выруливать своё взаимоотношение с жизнью, чтобы вам было радостно и весело. Всё, удачи, успехов. Я вам желаю хорошего, прекрасного дня, радости, счастья и успехов. Всё, всем пока из Иерусалима. Всё, хотите посмотреть сейчас на Иерусалим? Давайте я вам сейчас покажу Иерусалим. Сейчас. Вот это вот на горе, это Арам-Инухот. Это называется гора успокоения. Это кладбище. Кладбище, видите, вон там наверху, это кладбище. Да. А если вот туда вот посмотреть, смотрите, вот там. Вот там вот, это центр города, там Храмовая гора. Он очень переливается. Всё, это Иерусалим. Это Иерусалим, святой город, чтобы с Божьей помощью, когда придёт Машех, все, кто верят в Бога, перенесутся в Иерусалим. Всё, удачи, успехов. Всем пока.